всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня я хочу с вами поделиться своим необычным рецептом сырников да я их делаю без муки да да муку внутри вообще не кладу а в муке только обваливаю и они вот такие у меня красивые получается и прям вот и нежные нежные видите какие они нежные и очень вкусно но если не поленитесь ты у вас такая же будет вкуснота подаю я их со сметаной и вот чуть-чуть сверху поливаю каким-нибудь вареницем сегодня полила клубничным вкусно да давайте расскажу как я их делаю а потребуется нам вот такой набор продуктов у меня будем считать что четыре пачки творога потому что две пачки творога одна пачка сырковой массы и два сырочка поэтому по объему это наверно как четыре пачки творога а манка нужно нужен сахарный песок мука растительное масло ванилин щепотка соли и одно яйцо так и что делаем добавляем щепотку соли ванильный сахар обычный сахар у меня творог кислый поэтому я чуть побольше добавлю манку одно яйцо все теперь нужно это перемешать я это делаю обычной ложкой обычной ложкой сейчас все это перемешаем разогрели сковородку не сильно на среднем огне разогревала добавляю растительное масло в нее вот она у меня уже хорошо разогрелась вот так я в свои сырники муку вообще не добавляю я их только обваливаю так вот это все происходит вот и пожалуйста делайте как вы хотите форму вот они у вас такие красивые будут можно больше можно меньше сырник делать вот иногда когда у меня нет цирковой массы я добавляю в сырники изюм но для этого я его минут на пять замачиваю в кипятке он становится помягче и кушать его вкуснее у меня такой жесткий будет вот такая красота у нас с вами получается видите насти как у красивый сырничек на сковородку поехал поэтому если если в муку добавить сырники в моем понятии они будут такие тугие скажем так а эти будут такие нежненькие вот вот так вот я делаю на манке ну если конечно манки нету то можно такое небольшое количество муки только немного муки добавить внутрь вот это же смотрю тоже и интернете в интернете бывает уже вижу как они там стаканом делают красивые сырники ну конечно так сильно не заморачиваюсь вот на среднем огне даже можно еще чуть-чуть убавить нам нужно чтобы они прожарились внутри вот вот и вот он красивый сырник получается комочек скотарик пришлёпнули с двух сторон и все я помню на школе были труды это сейчас детям тяжело таких предметов нету и вот нас там учили сырники делать да там конечно мы добавляем муку мы колбаску раскатывали но сырники значительно такие они как тяжелые получались а эти будут нежненькие вот раз присплюснули вот он у вас красивый сырник и стаканом никаким не нужно катать так ну что сейчас посмотрим что у нас тут получается вот прям нежненькие вот такие нибудь нежненькие немножко лишь не идеальные такие знаете как для журнал для видео зато не вкусные правда вот такой такая красота вот чувствуете он прям нежненький и вкусненький эти два сковородку перегрела называется опа ну ничего у меня есть кому отдать иначе буду с кузькой делиться а этот не дожарился но ничего ждем ждем ну вот мои сырники пожарились с двух сторон они на температуре чуть ниже средней наверное и минут по 10 наверное мне кажется они с двух сторон у меня жарились почему так долго потому что манка должна в себя забрать лишнюю жидкость ну вот все мои сырники готовы сейчас я попробую показать и вот они такие красивые получаются очень вкусные и в то же время они они не тугие не то что вы там одну муку едите вот такая красота а вот чтобы они вот так вот не отваливались их стараться нужно делать чуть поменьше и конечно покрупнее сделала ну ничего вот такая красота ребята готовьте с удовольствием я вам очень рекомендую свой рецепт всем приятного аппетита